По результатам 10 месяцев 2016 года мы посмотрели порядка 140 тысяч человек. Мы приближаемся к плановым показателям на 2016 год. Пользуясь случаем, хотелось бы пригласить всех жителей Вологодской области, те, которые еще не прошли диспансеризацию в этом году, подлежащие диспансеризации. А я напомню, если вам исполнилось в этом году число лет, кратное трем, то вы подлежите диспансеризации в наших лечебных учреждениях Вологодской области. Поэтому приглашаю всех принять участие. Осталось полтора месяца до завершения. Следующей диспансеризации ждать придется три года. Это довольно-таки существенно, поэтому посмотреть основные показатели своего здоровья, сравнить с диспансеризацией, которая проводилась три года назад, посмотреть, как изменилось здоровье, выявить факторы риска, особенно у наших молодых граждан. Это основная задача проведения диспансеризации. Если подводя к итогам, то, что мы выявили во время этих 140 тысяч, я уточню, что у нас информация еще уточняется, приходят новые цифры. Основные такие окончательные данные мы подведем по итогам 2016 года, примерно в январе месяце. Там уже мы подробно расскажем, что выявлялось, как выявлялось, сколько выявлялось. Поэтому сейчас мы только с вами можем оперативными цифрами итоговыми за 10 месяцев располагать. Так вот, выявлено, вот мы вчера сравнивали с исполняющей амбинации главного врача, Крюковой Надеждой Валерьевной, с данными онкодиспансера, и данные проведения диспансеризации, и выявились такие интересные подробности, что активно во время диспансеризации, это оперативные данные, опять же, они уточняются, они еще будут цифры расти, вот по состоянию на вчера, 108 случаев злокаченных новообразований. Причем большинство этих новообразований, это как раз новообразования, выявленные видимыми локализациями, которые выявляются во время диспансеризации непосредственно врачами-специалистами. И что интересно, меня поразила цифра, из 108 случаев, 100 случаев, это первая, вторая стадия. Это данные точные, это уже не то, что нам лечебные учреждения отчитываются, там могут быть какие-то дефекты и так далее. Это данные сопоставления ракового регистра, постановки пациентов, и счетов по диспансеризации, которые мы взяли в территориальном фонде ОМС. Мы сопоставили эти двое цифр, там с одной стороны реестр, это точные данные, они идут к оплате, с другой стороны раковые регистры. Так вот, это очень хороший, я вам скажу, показатель, особенно показатель первой-второй стадии. Что это говорит? Это о том, что в основном, конечно, это видимо локализация, это рак кожи, это рак молочной железы, то, что в первую очередь в скрининговых исследованиях, это говорит о том, что начато вовремя лечение. Пациенты попали, попали на учет в онкодиспансер вовремя, пациенты получают лечение. То есть на выздоровление наиболее благоприятный прогноз. Конечно, это очень приятно, это действительно та эффективность, которую мы ждали. Я надеюсь, что эта цифра еще подкорректируется в сторону увеличения. Поэтому я думаю, что мы с вами встретимся где-нибудь в январе, после праздников, и подробно поговорим об этих результатах. Кроме того, что онкология выявляется, выявляется у нас заболевание системы кровообращения. В том числе впервые ставится артериальная гипертензия. Как вы знаете, распространенность популяции артериальной гипертензии очень высока. Это порядка 30% всего взрослого населения страдает артериальной гипертонией. Поэтому очень важно выявить ее на ранних стадиях, чтобы не пошло осложнение. Осложнение, мы с вами уже об этом говорили, это инфаркты и инсульты. И принять правильные меры, в том числе, если это небольшие цифры давления, да, сверх нормы, то вполне можно изменить образом жизни. Это потребление соли, это активное занятие физической культурой, это снижение потребления жиров, правильное питание. Наверное, вы сейчас слышали, что по телевидению постоянно говорят о том, что, вот вчера буквально сюжет слышал, что в одном из городов российских среди детей очень много выявлено детишек с ожирением. К сожалению, на самом деле, один из факторов риска, который мы выявляем во время диспансеризации, это нарушение питания. Поэтому на это тоже обращает внимание доктор при проведении диспансеризации. Проводится соответствующая профилактическая беседа, корректируются факторы риска, и при наличии каких-то отклонений уже от нормы по заболеваниям пациент ставится на Д-учет. И у нас на Д-учете в том числе пациенты наблюдаются уже в соответствии с каждым заболеванием в течение года у своего участкового терапевта. Кроме того, мы реализуем второй этап диспансеризации, когда пациенты, которым требуется дополнительная диагностика для установки диагноза, и требуется уже непосредственно какая-то корректировка, лечение и факторов риска, у нас приходит второй раз. Мы приглашаем их к участковому врачу, где все вот эти мероприятия проводятся.